Детектив Игорь Лукин Как только вы придете, вас сразу направите А вы подождите минутку, я сейчас доложу Ну и что вы ждете? Скорую вызывайте срочно! Не стойте! Хотя не надо скорую Поздно уже Запах горького миндаля Алло, Григорьевич Слушай, здесь труп у нас Да похоже, отравление цианидом Ну, пиши адрес Да Насколько я понимаю У вашего патрона были какие-то проблемы? Может и были какие-то проблемы Мне ничего не известно Понятно Скажите, а чай? Вы ему подавали? Нет, я не подавала Он сам Знаете, он мне всегда доверял Кроме заварки чая Он говорил, что это дело тонкое Пришел, взял чашку Сказал, что Никого не пускать Кроме вас И как давно он ушел к себе? Час назад где-то И за это время Никто к нему не заходил? Нет, не заходил Только вы знаете Он сегодня какой-то Какой-то нездоровый был Такой у него Румянец Прям на щеках Он все на сердце жаловался Ну, конечно, дома В таком состоянии полежать А у него инфаркт Через 20 минут Оперативная группа Прибыла на место преступления Ну, спасибо Удружил под праздник Где? В кабинете Лукин обратил внимание На девушку Прибывшую с оперативной группой Прелестное дитя А вы-то как сюда попали? Любите трупы осматривать? Да я, собственно, с Виктором Григорьевичем Стажер, практика у меня В милицию же стали брать детей на работу, а? Ну да, с такими кадрами Мы быстро победим преступность Я не ребенок Мне 21 год Все, 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 мир Отравление ядом Судя по запаху, цианит Смерть наступила Около 30 минут назад Ясно Надеюсь, тут никто Ничего не трогал? Мы с ним о встрече договаривались Где-то Час назад он заперся У себя в кабинете Я пришел Секретарь зашла доложить Ну А дальше ты сам видел Да уж вижу Блин, с таким настроением Сегодня я проснулся хорошим Завтра же день милиции Приезжаю в контору А тут ты звонишь со своим трупом Угу Хочешь сказать, что я во всем виноват? А то нет У тебя просто нюх на этих жмуриков И вообще, как ты здесь оказался? Понимаешь, Григорьевич Это вроде как бы мой потенциальный клиент Но Вчера мне позвонил И мы договорились о встрече Ясно Ясно Значит, по делу сообщить Ничего не можешь Увы Что? Дела так плохи, да? Берешься следить за неверными женами? Какие жены? Так Частное детективное агентство С одной стороны И Колбин, Станислав Юрьевич С другой стороны Заключили Настоящие договоры Я-то думал что-то серьезное А тут? Да Мне бы твои заботы Да я серьезно говорю Я не знал Только сегодня должны были обговорить все Ну, надеюсь, вы здесь без меня справитесь Не буду вам мешать Всего доброго А где секретарь? В аптеку выбежала за валерьянкой Да, стажер Двойка вам? Вы же отпустили важного свидетеля А может быть и преступника А если она сейчас уже спешит в аэропорт Чтобы скрыться в какой-нибудь далекой стране Например, в Мексике Ну что вы, она не такая Сейчас вернется Ну, вашими булстами А вас как зовут? Варвара А что? Варвара, Варвара А случайно не Константиновна? Константиновна Варвара Константиновна Кузнецова Ну да Костя Кузнецов Это же лучший сыщик всех времен и народов Да, заслуженный работник МВД Начальником моим был, когда еще только в милицию пришел Он погиб три года назад на задержании Вы, наверное, знаете Да, они тогда банду Красина брали А что у вас? Тоже бандитская пуля? А, это? Хуже Диверсия На даче полез на чердак, а там гвоздь здоровенный не заметил И пришлось швы накладывать Но самые страшные, их же еще и снимать будут, а? Что вы, сейчас в медицине новые материалы Нитка сама рассасывается, когда ткани срастаются Да? Ну, спасибо, успокоили Ну ладно, стажер, успехов тебе, если что Звони На следующее утро Игорь Лукин увидел у входа в офис вчерашнего стажера Варвару Кузнецову Привет, стажер! По службе досталось, да? Вы оказались правы, Света вчера так и не вернулась Странно Это я так сказал, для красного словца Вообще-то, такие проколы в нашем деле недопустимы Значит, Светке сбежала Угу, всю ночь искали Все службы на уши подняли, только под утро задержали А тебе, значит, Григорьич, по первому числу, да? Лучше этого не вспоминать Дал мне на сегодня выходной, глазап мои тебя не видели, сказал Ну ладно, ладно, пойдем, пойдем Григорьич, конечно, строг, но справедлив Хотя разгильдяйство он не потерпит Да я понимаю, что он прав, а я виновата Но я же чувствую, что Света не могла этого сделать Понимаете, она хороший человек Так, стоп Что-то я не понял, чего не могла? Так ее же и подозревают в убийстве Колбина Да, что-то мне это все меньше и меньше нравится В общем так, ты здесь располагайся, не стесняйся А я смотаюсь с Григорьевичем, с ним поговорю Через полчаса Игорь Лукин уже входил в кабинет следователя прокуратуры Давай только быстро, мне еще в одно место надо успеть Понял Слушай, Григорьич, я что хотел сказать Ты там, ну, с Варварой, что ли, полегче-то, а? Опа Я так и знал Смотри, жилетку-то тебе всю измочили Передай своей протаже, здесь не институт благородных девиц Здесь реальные трупы и настоящие убийцы Насмотрится кино, потом возись тут с ними Григорьевич, ты что, ты что говоришь, с какой протеже? Ты глаза свои разуй Сыщик Это же Костина дочка Костя, Кузнецова, ты что, не заметил? Они же как две капли Кузнецова, Костя? Вот черт, тут я смотрю, кого она мне напоминает Фамилия-то распространенная Не женское это дело, под пули лезть Хватит с нас ее отца Кстати, с твоим клиентом более-менее все ясно И что там ясно? А то, что секретарша отравила своего патрона цианидом Возможность была прекрасной, сидели рядом Понятно, а мотив? Зачем это ей его травить-то? Улики? Вот, читай И это тоже Ну что, какие-то риэлторские аферы начала 90-х Название фирмы мне ни о чем не говорит К делу-то и какое имеет отношение? А то, что это старое название фирмы Колбина Когда-то мелкая риэлторская контора Занималась разменом жилплощины Хозяйка, некая Баранова, Лидия Ивановна, старушка В результате сделки осталась ни с чем Да в те времена знаешь, сколько таких аферистов-то было? Не, ну я, конечно, понимаю Бабушка как это все узнала, ее удар-то и хватил Именно А к нашей секретаре какое это имеет отношение? А то, что она внучка той бабушки Ладно, ты меня извини, мне уже надо бежать Да, Варенька Дела наши швах У Григорьевича на руках сильные козыри Результаты экспертизы Да знаю, отравление цианидом Вот-вот, пришел на работу, попил чайку и умер В чашке обнаружен цианид Естественно, в организме обнаружен цианид Но что, чай ему покупает секретарша? Все сходится, просто как дважды два И мотив есть Только вот крайне глупо в такой ситуации бежать с места преступления Да еще и оставив статью в столе Стопроцентная подозреваемая Молодец, стажер, а Есть еще кое-что Ну что ж, давай это обсудим Чайку не хочешь? Угу И вам бы чего-нибудь от кашля Ну, хозяин еще здесь сама Там чашки, там сахар, чай Отравление ядами бывает молниеносное и замедленное Угу Первое, при приеме больших доз натощак Человек теряет сознание и смерть наступает в течение нескольких минут Ну, на наш случай это не похоже Там что секретарша заговорила? Он неважно себя чувствовал Ну и что это нам дает? Жалобы на боли в сердце Мышечная усталость Одышка Румянец лица Остановка дыхания и сердечной деятельности Признаки медленного отравления Угу Значит, мы допускаем Что его отравили до прихода в офис Молодец До чего еще додумалась? Да, но если он был отравлен раньше Откуда тогда цианит в чашке? К тому же он к ней почти не притронулся Что вы заметили? Есть контакт Заметил Варвара Константиновна А не хотите ли вы в детективном агентстве Поработать над этим запутанным делом, а? А это возможно? Я готова Ну что же Помощники мои с гриппом свалились Я сам, похоже, тоже С температурой Так что тебе и карты в руки, а? В общем так, отправляйся к экспертам Выясни все про эти яды Потом найди возможность поговорить со Светом Она у вас же в СИЗО сидит? Интересно, зачем она побежала-то? Как-то для убийцы это странно А я выясню все про Колбина Связи, окружение, скандалы Ну в офисе и вне фирмы Тогда я поехала Давай, только это На Григорьевич не обижайся Он мужик добрый, просто Разгильдейство не любит Ну тебе же добра желает К Игорю Лукину обратился бизнесмен Станислав Колбин Придя на встречу, детектив обнаружил, что клиент мертв Среди подозреваемых Секретарь Колбина Светлана Которая отпустила с места преступления Стажер Варвара Кузнецова Следователь прокуратуры отстранил Варвару от работы Получив необходимую информацию Варя Кузнецова приехала к детективу Лукину По данным экспертизы В чашке с чаем действительно обнаружен цианид Однако его доза настолько мала, что не могла вызвать коллапс Тогда какой смысл туда добавлять? Хотя, хотя смысл есть Вывести нас на секретаршу, а? Кстати, пробил я личность этого Колбина За последний год на него было совершено два покушения Один раз охранник под нищей машиной Нашел какой-то предмет подозрительный Оказался пластит А второй раз при выходе из ночного клуба В него стреляли Так вот охранник его с собой прикрыл Был в бронежилете А какое охранное агентство? Крутое охранное агентство Я знаю его владельцы Это, ну, на Борисовской находится Не в этом дело Значит, у Колбина родители умерли Жена, Алла Сергеевна, 40 лет Светская львица Нигде не работает, но финансово полностью зависит от мужа А он хотел, чтобы вы за ней присмотрели Давайте выполним его волю Присмотреть за ней надо и поговорить Адрес у нее у меня есть Я этим займусь Игорь Петрович, вы что в таком состоянии? Вот дело раскроем, тогда я поболею В свое удовольствие Ты давай сейчас в офис и будь на связи Давай, давай, давай Несмотря на плохое самочувствие Лукин приехал к вдове погибшего Колбина Намекаете на то, что я сама угробила мужа Чтобы захапать его добро Кстати, я не спросила, кто вас с нами? Дело в том, что я работал на вашего мужа Ну, как раз перед его смертью Я ни на что не намекаю Я просто констатирую факт Ну, действительно, прекрасная квартира Очаровательная хозяйка Ну, что еще надо человеку для счастья? Ну, вы дамский угодник Проходите Спасибо Действительно, что еще желать мужчине? Однако, что-то было еще нужно Нашел себе молоденькую Ну, что вы говорите Как мужчина, я его не понимаю Тем не менее Простудились? Есть немного Скажите, а как мне поговорить с этой девушкой? Понимаете Ваш муж убит Каждый свидетель дорог Где мне ее найти? В СИЗО Как в СИЗО? То есть вы хотите сказать, что Любовницей у вашего мужа была секретарша? А что вас удивляет? Такая нестандартная ситуация? Просто я не знал Ну, тогда вам нужно было поговорить с Димой Это его бывший охранник Света была его девушкой Он привел ее на работу к мужу На свою голову Вот Дима теперь может вам очень многое рассказать о Стасе Крустулев? Лукин связался с охранным агентством Однако выяснилось, что охранник Колбина пропал в день гибели своего объекта Да нет, к парню никаких вопросов нет А, вот в чем дело Из милиции уже звонили? Хорошо, тогда отбой Алло, Варя Это Лукин беспокоит Слушай, посмотрю, у меня там на столе справа Игорь Петрович, простите, не могу Я сейчас в больнице Что? В больнице? Господи, ты тоже Пыталась найти охранника В агентстве сказали, что он пропал Но я на всякий случай обзвонила все больницы и морги Так, ну? Нашла Несчастный случай Вчера был найден на улице без документов Порывом ветра снесло рекламный щит на перекрестке И прямо на него Только что пришел в себя Ага, значит, звонок из милиции это ты Понятно, молоток Ну а что, он вполне подходит На роль подозреваемого Секретарша его девушка Да, Колбин ее увел Поэтому он и уволился от него Как раз перед его смертью То есть позавчера Ну дела Давай, давай, кали его пополнить Вы ко мне? Да Лейтенант Кузнецова Был убит Станислав Юрьевич Колбин И ваше увольнение совпало по времени с его убийством Чем был вызван ваш отказ с ним работать? Он же мне девушку увел Я ее со школой любил Захожу к ним, а у них там дым коромыслом Если бы знал, с чем все кончится Подождите То есть как убит? Был отравлен сианидом Как отравлен Он же ничего не ел Никогда Нигде, кроме как дома и в офисе То, что секретарша приготовила Светлана уже у нас в СИЗО Не понял А она-то тут при чем? Понимаете, у Светланы был мотив В ее столе мы нашли вырезку из газеты, где... Да блин, это я ее подсунул Хотел глаза на босса раскрыть Дмитрий, согласно данным экспертизы Я поступила в организм Колбина Накануне его гибели И следующий после света подозреваемый Да вы что, с ума спятили? Я же ему жизнь важную спасал Но он увел у вас девушку Это мотив Ну я его не убивал, честное слово Ну... Что же теперь делать-то? Вспомнить, где вы были накануне вечером С кем встречались У Колбина были враги? Конечно Но он в тот день никуда не ездил Только в офис Клиника у рынка И... Домой А какие отношения у Колбина были с женой? Особачились Когда Колбин узнал, что Алла ему изменяется каким-то уродом Его вообще крышу снесло Хотел на развод подавать к чертовой матери Даже хотел детектива нанять У них же по брачному договору В случае измены жены Она лишается всего имущества При разводе Неожиданно в офисе детективного агентства Появилась секретарша Станислава Колбина Знаете, мне Варя сказала, что Если вдруг меня выпустят То мне сразу же к вам бежать Вы моя единственная надежда Хорошо Раздевайтесь Проходите Прошу вас Присаживайтесь Давайте сразу к делу Может, вы в последнее время заметили Что-нибудь странное в поведении Колбина? Ну, кому знать, как не вам? Вы уже все про нас знаете Да нет, ничего Ничего Нет, хотя была одна мелочь Ерунда Так, так, какая ерунда? Говори Ну, он как-то позвонил позавчера с дороги И сказал, что через полчаса будет Я ему тосты готовлю с сыром А он их очень любил Ну вот, он приехал и сказал, что есть не будет Ушел в кабинет Ну, а что здесь такого? Может, передумал, может, аппетита не было Ну, правда Он так облизнулся и сказал, что Сейчас нельзя, а через полтора часа можно Интересно Ладно, скажи Жена Колбина была в тот день в офисе? Была Приходила С него ждала мужа где-то за час до вас Я, правда, тогда ушла к менеджерам А когда вернулась, то ее уже не было Хорошо, Света Иди домой Иди Да Да, слушаю, стажер Значит, говоришь, у жены Колбина любовник есть? Ну, это мы и так знали Угу Хорошо Нет, сюда приезжать не надо Вот что, давай с тобой встретимся У дома Колбина Адрес помнишь? Вот туда и подъезжай Детективы установили наблюдение за вдовой Станислава Колбина ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи, пользоваться умеешь? В общем, да А это законно? Все Детский сад законно Давай слушайте Девушка, соедините меня, пожалуйста, с Марком Леонидовичем Как нет? Не надо меня записывать на прием Я не на прием Ну, возьми же эту трубку Марк Марк, ну что случилось? Почему мы не должны пока видеться? Что за глупости? Я жду тебя У кафе на Восточной? Да, я жду тебя Детектив Лукин и стажер Варвара Кузнецова Расследует дело об убийстве бизнесмена Станислава Колбина Под подозрением секретарь Колбина Светлана И вдова погибшего Алла Также выяснилось, что Алла имеет любовника Возможно, заинтересованного в смерти Станислава Колбина Через 10 минут Алла Колбина встретилась с неизвестным мужчиной Марк, я не понимаю, что происходит? Куда ты пропал? На просто знакомых не похоже Да, скорее похоже на людей Которые частенько просыпаются в одной постели Ну как же ты не понимаешь? Твой муж погиб Именно поэтому ты сейчас мне очень нужен Мне очень плохо Неужели ты не понимаешь? Понимаю, я все понимаю Ты меня любишь? Конечно, поехали к тебе В общем так, Варь Сейчас Митишка себе на работу Нам надо раздобыть распечатку звонков с ее телефона Вот тебе номер Ну еще попутно пробей его Кто такой, что такое Давай, а я домой лечиться Выполнив задание Игоря Лукина Варя вновь приехала к нему домой Пошел, почти рассосались Я же говорила? Ну да, ладно, что у тебя? Последний звонок был на номер Марка Леонидовича Головина 35 лет, стоматолога Стоматолога Работает в лучшей клинике города Недавно подал документы для регистрации Собственной стоматологической клиники Бладец Гляк, я все раскопал, а? Нет, я, конечно, знал, что стоматологи в нашей стране Не самые бедные люди Но чтобы свою клинику открыть Это бешеные деньги нужны Стоп Стою А секретарша сказала, что позавчера Колбин отказался от тостов Сказал, что съест их чуть попозже Часа через два А когда пломбу у стоматолога ставят Два часа есть нельзя Игорь Петрович, живете-ка в каменном веке Сразу видно, зубы у вас здоровые Давно уже ставят пломбы светоотверждаемого композита После них хоть сразу сухари кусай Да это я знаю К врачу хожу Просто, во-первых, врач мог его не предупредить А во-вторых, Колбин мог перестраховаться Вот я всегда перестраховываюсь Два часа ничего не им Может быть Кстати, охранник говорил, что они заезжали в клинику У рынка А это как раз рядом Пломба Так, я еду в клинику Потом к экспертам Пусть проверят зубы Колбина Да? Правильно А я тебя провожу Не надо, вы лучше пока лечитесь Где-то я уже все где-то слышал, а? И все-таки Игорь Лукин не выдержал Он ждал Варю недалеко от здания прокуратуры Что там у тебя? Есть контакт, как вы говорите Ну? Накануне гибели Колбин действительно был на приеме любовника Аллы А в зубе мудрости у него небольшая дырка Угу В дырке обнаружены следы цианида Так Я не понимаю, как? Ну как? Ты же сама говорила В медицине новые материалы Вон, и швы сами рассасываются Слушай, а что если это пломба из той же серии, а? Сама рассасывается Ну, я имею в виду не пломба А материалы, которые положили на зуб вместо пломбы Да На стенках в зубе обнаружены остатки какого-то вещества Но, как сказал эксперт со временой стоматологии Он такого еще не видел Они сейчас его исследуют Ну что ж, все складывается в схему Угу Стас много работает Алле становится скучно Она находится именно на стороне любовника Ну, в стоматологии А когда у Стаса появляются проблемы с зубами Она управляет его к любовнику Ну, а тут Колбин узнает об Эдюльтере Грозит ей разводом Имени любовника он не знает И поэтому решает нанять вас Ну, конечно Причем ему нужно документальное подтверждение Измены жены Ну, чтобы по брошенному контракту Оставить ее ничем Понятно? Ну, садись А Марк рассчитывал на ее деньги Для открытия клиники Значит, смерть Колбина ему еще выгоднее, чем ее А вот именно, что еще выгоднее Понимаешь, мне показалось, что Алла мужа любит А Марк, это так у нее Ну, от скуки, что ли Думаете, жена могла быть не причастна к смерти мужа? А небольшая доза цианида Попала в чашку из ротовой полости Колбина Когда он сделал тот один-единственный глоток Я думаю, что стоматолог был в курсе их семейных отношений Узнал он про брачный контракт И когда Алла сказала ему о разводе Но он не стал рисковать такой крупной суммой денег И пошел на радикальные меры Вместо пломбировочного композита Он кладет в зуб цианид Сверху прикрывает его саморассасывающимся материалом И по мере его растворения яд начинает поступать в организм Правильно К тому моменту, когда я пришел в офис Клиент был уже мертв Ну что, мы приехали Давай поднимемся в офис У меня есть интересное предложение Вы говорили о каком-то предложении? Ага Да Я предлагаю тебе завтра выйти на работу Сюда Ну так что? Игорь Петрович, спасибо за доверие Но если бы сейчас здесь был мой отец Как вы думаете, что бы он сказал? Думаю, я знаю Ну, собственно, это я и ожидал услышать Во-вторых Вот эту папочку Соберешь все материалы по делу Грамотно, юридически ее оформишь Я думаю, в академии тебе этому учили Учили И завтра эту папочку Григорьевичу на стол Ну, вопросы есть? Да, но... Что но? Дерзайте, Варвара Константиновна Из вас выйдет толк Терпадель, я рад Что твое первое дело мы вели вместе Да, как когда-то с твоим отцом Между прочим, лучшим сыщиком всех времен и народов Игорь, ну ты долго еще Мы за тобой Быстро переодевайся, вперед А я-то и забыл, что сегодня день милиции, а? Григорьевич, что я тебе хочу сказать? Хороший у тебя стажер, толковый Вот пока я буду переодеваться Она тебе все сама расскажет И что я должен услышать? Виктор Григорьевич, понимаете По тому делу, которое мы ведем Варвара Кузнецова сообщила о результатах предпринятого расследования Я пыталась подвести доказательную базу, но я это сделаю Хорошо Так, у нас с девушкой нет кто-нибудь знакомит? Это что, наш новый стажер? Эй, полегче Это мой новый сотрудник Варвара Кузнецова Прошу любить и жаловать Алексей Викторович Ну что, Григорьевич Впечатлил тебе рассказ? Да, дела Я думал, она дома рано зализывает А она здесь дела расследует Да еще как Вот, звал к себе Отказалась А то, наш человек Ты иди собирайся А мы пойдем сейчас праздник отметим По рюмочке выпьем Боевых товарищей помянем Смена подрастает Молодая гвардия, понимаешь? Ну, Игорь, мы с тобой еще тоже повоемим А то Судебно-медицинская экспертиза подтвердила версию Варвары Кузнецовой Марк Головин получил 10 лет колонии строгого режима Варвара успешно прошла стажировку и была зачислена в следственный отдел УВД